Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! Есть в русском языке очень сочное слово «занылье». И именно оно идеально характеризует атмосферу, царящую сейчас в недореспубликах. Мы всё на самообеспечении. Мы сшибаем по грошам, средства связи сшибаем по грошам. Ребята держатся с последних сил. У меня уже бунты в батальонах. Мы не идём, мы не пойдём. Ах, как же местные чиновники и пропагандисты в феврале радовались началу спецоперации. На каналах а-ля Юнион или Аплот ликовали, как дети малые. Третий день специальной миротворческой операции по денацификации Украины. Всё, что сегодня происходит, это освободительная операция Донбасса. Армия Донецкой Народной Республики отодвигает линию фронта всё дальше. А МММщик по фамилии Пушилин так громко кричал «Халва», что чуть на лоскутки не порвался, мол, друзья, земляки, товарищи, наша могучая импортозамещённая союзная армия выйдет на границы Донецкой области за считанные дни. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. Сейчас подобные перлы даже вспоминать смешно. Прошло полгода, а ни о каком выходе на границы Донецкой области не может быть и речи. Так называемая корпуса, прести, господи, народной милиции после вот таких вот сеансов головотяпства? И особенно после безумных лобовых атак а-ля Марьенко, Пески и Авдеевка? Поредели, если не наполовину, то около того. И это не потому, что нам так хочется. Почитайте, например, что пишет звёздный российский военкор «Котинок». Он же явно не агент госдепа. Людской голод на фронте у Донецка. Война. Забирает ротами. Целыми ротами. Нехватка людей во взводах и батальонах. Просто бывает, что некем идти вперёд. Страшные потери подтверждают и другие боевики. Говорят, за день сейчас теряют больше, чем за три месяца боёв в Мариуполе. Потери при Мариуполе у нас были четверо погибло в бою. Все четверо погибли от пулевых ранений в голову. 5 августа батальон снова пошёл в деле, снова пошёл в атаку. И потери меньше, чем за сутки составили пять убитых и семь раненых. Ситуация усугубляет и тот факт, что российские начальники местных за людей не считают. Мол, помрёт это мясо, наберём новое. И просто-напросто не докладывают начальству о страшных потерях. Слышал недавно историю, батальон потерял половину бойцов. А командир-россиянин докладывает наверх о том, что потери незначительные. И батальон готов к выполнению задач. От такого отношения к донецким и луганским боевикам порвался даже позывной «Что?». Главный специалист по волынской резне. Да, волынская резня. Что? Вот что пишет Царёв по этому поводу у себя в соцсетях. В Донецке и Луганске мужчин уже не осталось, некого призывать. Многие предприятия остановились из-за того, что мужчины все на фронте. И это тот редкий случай, когда этот смешной не соврал. Мужиков на Донбассе реально не осталось. Вся промышленность и шахты в режиме простоя. Ведь работать уже элементарно некому. Ну, большой отток кадров. Ну, и сейчас вот много наших работников мобилизованы. Кадры же сафари на последних мужиков в Луганске – это просто смех сквозь слезы. Ну да, спасает, блин, Путин Донбасс, превращая его в гигантское Иваново. При этом даже те, кого таки загнали в так называемые корпуса, отлично понимают, что они смертники. С такими штурмами, как Песках, а это на секундочку село, до Нового Года доживут единицы. Вот, например, командир одной из банд ноет об отвратительном обеспечении огромных потерь. Один батальон, 18 бронежилетов выдали. Техники в батальоне нет никакой вообще в принципе по штату. То у нас по трети батальона осталось. У меня уже бунты. Человеческий ресурс просто вот как расходный материал. Мол, сброд кривых и больных додиков никаких серьезных задач решать не может. А их все равно гонят на убой. Контингент людей – это те, кто не смог убежать от комендантского патруля, когда объявили мобилизацию. От них требуют невозможного. Контроль вообще никто не проходил. Вот кромой, косой, асматик, с туберкулезом люди, их забирают все вперед за орденами. Активно проходит и деноцификация вагнеровцев. Причем слово «деноцификация» мы говорим не красного словца ради. Посмотрите, вот в каких духовных шлемах ведут бои представители ЧВК на бахмутском направлении. Ах вы ж антифашисты, мамкины. Вот за что, видать, деды воевали. Благо, отстрел вагнеровцев сейчас происходит ускоренными темпами. Причем прилетает не только сброду, но и так называемые элитки наемников. В ночь с 13 на 14 августа ВСУ нанесли удар предположительно РСЗО «Хаймерс» по штабу ЧВК «Вагнеров» в попасный. Ах, как же громко после попасной они кричали, что потерь нет. Как ликовали после фотографии живого Пригожина на руинах. Но чуть только пропагандистский угар паутих, как резво стала появляться неудобная правда. Да, Пригожин пока выжил. А вот матери его помощников могут заказывать себе ладу. Владелец канала «Грейзон» позывной «Белый» попал под удары «Хаймерсов» в попасной. Нам тяжело об этом говорить, но спустя сутки борьбы за жизнь наш дорогой друг и брат ушел в войско Одина. И еще раз. Это не зэки и не несчастные мобики-лыныры, которых бросают на убой. Это вагнеровская элитка. И понятно, что после такого моральный дух сильно падает. И что куда важнее постоянно переносятся сроки выполнения задач. Только вот в Мининфо ДНРы обещали выйти на границы Донецкой области к концу августа. Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью. Но что-то пошло не так. И ребятки, цитируя маршала... Получили пи***. А вот уже один из вагнеровцев включает режим охрана-отмена. Мол, взять Донецкую область до конца августа нереально. Но мы хотя бы Донбасс освободим в этом году? Да. Прям задача номер один. Это факт. До конца лета мы никак не успеем? Не, не успеем. То есть до конца лета это невероятно просто? Нет, невероятно. Мол, теперь Путин дал время до конца года. Сколько требуется времени? Я думаю, до конца года. И что еще интересно, по словам боевика на захват Донецкой области, Россия тратит, цитата, безумные силы. Мы сейчас безумные силы вкладываем, чтобы до границы дойти и по референдуму присоединить к России. И как после этого не потроллить Путина и его жалких карманных пропагандистов, которые все уши проели зрителям? Мол, Россия по-настоящему воевать еще не начинала. Еще ничего не начинали, как сказал Владимир Путин. Естественно, ни один российский или недоросский канал подобное откровение своих же типозащитников не показывает. Там по-прежнему пустая бравада, угрозы всему миру и смешные истерики. Мы вернулись к себе, домой, на свою территорию, на русские земли, которые к Украине не имели никакого отношения. Потому что очень скоро наши дорогие защитники, наши герои отгонят эту саранчу на расстояние, когда они уже не смогут доставать Донецк. А потом отгонят дальше и дальше и дальше. Вот поверите, победа будет за нами. Причем все русские территории, все абсолютно, будут возвращены матушке России. Причем уровень побед в эфирах скрепоносцев – это тема для отдельного сюжета. Там, например, страшно гордятся тем, что в разрушенном Россией Мариуполе, о чудо, открылся магазин. И о хорошем узнаете? Это видео супермаркета не из Донецка. Это Мариуполь. И ты смотришь и думаешь, вот они сами не понимают, как убого это выглядит. Как они себя же подобными историями шкварят? А скоро такие же магазины будут по всему городу. И в какой-то мере пропагандистов можно понять, ведь если показывать правду, то их наспех построенный шалаш из соплей и палок рухнет в один миг. Какой один народ? Какие братские сердца, когда даже луганские за Донецких воевать отказываются? Это ж просто позор какой-то. Мы, военнослужащие мобилиционного резерва батальона 2740, отказываемся идти воевать на территорию Донецкой Народной Республики. Свой долг по защите Луганской Народной Республики мы выполнили. Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию ДНР. Ну же, каналы «Россия», покажи всем луганских боевиков. Соловьев же так ими гордился, мол, воюют как титаны. Мужики, которые делают свою мужскую тяжелую работу, они говорят очень просто. Вы, главное, чтобы нас политики не остановили, мы решим задачи хоть до западных границ. Но как только эти титаны заныли и отказываются идти на убой. «Отказываемся идти воевать на территорию Донецкой Народной Республики. Свой долг по защите Луганской Народной Республики мы выполнили». На федеральных каналах о них мигом забыли. А пропагандисты попроще нарекли луганских бандитов хохлами. Военнослужащие ВС ЛНР не хотят воевать в ДНР, хотят домой. Все-таки хохлы есть хохлы. Как российские бойцы за них воюют, это норма. Как им ехать, так совсем другая республика. Так все-таки хохлы, да? А вы ж кричали, что Донбасс русский. «Мы один народ, и это русские города, там живут русские люди». А это уже жены других хохлов, ой, извините, бравых воинов-лыныры. Они, представьте себе, тоже заныли и сильно пасечникам недовольны. Да-да, тем самым додиком с наманикюренными пальцами, который вместе с Пушилиным в скором времени будет уничтожать хаймарсы собственной головой. «Я думаю, это решило бы проблему». Так вот, жены у полчленцев этим самым пасечникам страшно недовольны. Недовольны настолько, что даже записали обращение, трижды ахаха, к Путину. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жены военнослужащих Луганской народной милиции, находящихся в плену на Украине, просим вас о помощи и содействии в обмене наших мужей». Мол, кормилец родной, помогите, луганских за людей не считают. На обмен пленных только россиян подают, а их муженьки нафиг никому не нужны. «Некоторые из них уже находятся в плену пять месяцев. Надежды на наше правительство у нас уже нет». «Писали мы везде, везде отписки внесён. По итогу обмен в списках наших ребят нет». Но ругань, оскорбления и взаимные обиды в рядах боевиков – это лишь вершина айсберга. Помните пафосные сюжеты, как Россия поможет восстановить Донбасс, пришлёт рабочих, ну и прочая тухлая редька для уропатриотов? «Украина разрушает, Россия восстанавливает». «Все последствия войны будут устранены, и Россия примет в этом процессе непосредственное участие». Так вот, гениальные мужички в Кремле строительные группы из доверчивых работяг такие организовали. А когда те отпахали пару месяцев среди руин, просто-напросто кинули мужиков на зарплату. «Мы – трудовой коллектив из России. Находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал» в Луганской области города Счастья. Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью решения проблемы с оплатой труда». То есть в прекрасных ЛНР и ДНР заныли уже даже понаехавшие Равшаны и Джамшуты. «Принимая решение приехать на восстановление Луганской Народной Республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме». «Для полного блэк-джека, только без девочек, надо этих работяг не только на зарплату кинуть, но и мобилизировать, чтобы своими видео о Россиюшку не позорили». «Работаем без трудового договора. Наши требования, его заключить на условиях, оговоренных при нами, не были удовлетворены. Мы делаем с вами общее дело, трудимся на благо людей, просим вашего содействия». «Мы, кстати, вообще ни разу не удивимся, если в Кремле поступят именно так. Ведь главная фишка русского мира – это по максимуму использовать холопов, играя на их доверие. Наобещать, а потом сделать вид, что ничего и не было, и пофигу на их нытье. Ну вот, ноют жены боевиков». «Пожалуйста, помогите нам их вернуть». «Обратите на нас внимание, посодействуйте». «Ноют сами бандиты». «Отказываемся идти воевать на территорию Донецкой Народной Республики». «Ноют вагнеровцы». «Мы сейчас безумные силы вкладываем, чтобы до границы дойти. Ну, видишь, собаки сипулы и как-то копались. Не хотят отдавать землю». «Жуют сопли строители». «Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью в решении проблемы с оплатой труда». «Ну и чё? Кому-то есть дело до их нытья? Разумеется, нет. На федеральных каналах об этом ни слова, ведь кидать холопов не только можно, но и нужно. Главное, не говорить об этом другим. Иначе система может дать сбой, а этого допустить ну никак нельзя. Ведь трон Путина вот уже более 20 лет состоит из труповой крови. Чечня, Грузия, Сирия, Украина. А ведь достаточно просто остановить поток доверчивых дураков. И все очень быстро увидят, как сдуется кровожадный диктатор. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. «О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами». Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. «Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну». «Фашисты! Фашисты!» «Вот вам суки, а не Украина!» Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!